Цикламенская библиотека номер 16 подготовила презентацию «Край мой северный» к 85-летию Архангельской области. Архангельская область – субъект Российской Федерации на севере Европейской части России, входящий в северо-западный федеральный округ. Архангельская область является восьмым по территории субъектом Российской Федерации, а также крупнейшим регионом Европейской части России и крупнейшей областью в Европе, превосходя по территории такие крупные государства, как Франция и Испания. Общая площадь региона составляет 589 913 квадратных километров. Это случилось давным-давно. Древние люди пришли на берег большой реки и решили остаться здесь жить. Первые насельники севера – первобытные охотники и рыболовы – появились здесь еще 14 тысяч лет назад. На местах стоянок древних людей ученые нашли предметы, которыми пользовались древние жители Архангельского края – наконечники, стрелы, копий, глиняные фигурки человечков, осколки глиняной посуды. В XI веке на севере появились группы славян из новгородских земель. На лодках они спустились по рекам, повторяя пути древних людей. Они принесли сюда культуру земледелия, письменность и христианство. Здесь славяне-земледельцы стали мореходами. Потомки новгородцев, жившие по берегам морей, по морю, стали называться поморами. Поморы расселились по северному краю, подружились с местными жителями, племена которых назывались Чуть. В эпоху викингов земли, входящие ныне в состав территории области, были известны в Скандинавии как Биармия. В XII веке она вошла в состав новгородской земли. В 1584 году царь Иван Грозный приказал около Михайло-Архангельского монастыря на мысе Пурнавала, который был основан монахами на берегу реки Северная Двина, построить город Архангельск. Этот монастырь дал городу имя и герб. Город Архангельск стал столицей поморского края. Поморы были умными, сильными, бесстрашными людьми. Они путешествовали по морю. Острова Новой Земли, земля Франции Иосифа, архипелаг Шпицберген поморы открыли в своих путешествиях. Молодой царь Петр I приехал к поморам в гости. В Архангельске царь Петр встречался с иностранными купцами и моряками. До конца XVII века Архангельск был единственным портом России. В 1693 году царь Петр приезжает в Архангельск, где закладывает на острове Соломбола первую в России государственную судостроительную верфь и строит два корабля. Благодаря Петру I у зарождающегося военно-морского флота России появился свой Андреевский флаг. 14 января 1929 года Архангельская, Вологодская и Северодвинская губерний были упразднены и образовали Северный край. Северный край после выделения Коми был преобразован в Северную область. Впоследствии 23 сентября 1937 года упраздненную и разделенную на Архангельскую и Вологодскую области. Итак, 23 сентября 1937 года этот день и стал днем образования Архангельской области с центром в городе Архангельске. Важная и трудная роль выпала на долю наших земляков в годы Отечественной войны 1941-1945 года. Регион стал настоящим оборонным щитом страны в послевоенные годы. Это космодром Плесецк, ядерный полигон на Новой Земле, центр атомного судостроения в Северодвинске. Не случайно Архангельск в год 65-летия победы над фашистской Германией в 2010 году получил высокое звание «Город воинской славы». В 20 веке Архангельская область превратилась в индустриально развитый регион. Здесь возникли целлюлозно-бумажная, рыбная, льноперерабатывающая промышленность, военно-промышленный комплекс. Коренным образом была реконструирована и во многом заново построена мощная лесная промышленность. Космодром Плесецк – первый государственный испытательный космодром Министерства обороны Российской Федерации. Советский и российский космодром, обеспечивающий часть российских космических программ с запусками непилотируемых космических аппаратов. Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка» – крупное российское судоремонтное предприятие наряду с северным машиностроительным предприятием «Севмаш». На базе этих предприятий 8 ноября 1992 года указан президент России Борисом Николаевичем Ельциным создан Государственный российский Центр атомного судостроения. Центр судоремонта «Звездочка» – завод, построенный специально для ремонта и переоборудования дизельных атомных подводных лодок любого класса и надводных кораблей. Сегодня «Звездочка» – признанный российский лидер в этой области деятельности. Архангельский ЦБК является одним из ведущих европейских лесохимических предприятий, крупнейший производитель тарного картона и один из лидеров по производству целлюлозы в России. Географическое положение и климат. Образ расположено на северо-восточноевропейской равнины. Омывается Белым, Баренцевым и Карским морями. Климат здесь на северо-западе морской, на северо-востоке субартортический, то есть прохладное лето и продолжительная холодная зима. Крупнейшие реки – это Северная Двина с притоками Вычек до Пинега и Вага, Онега, Мизень и Печора. На территории области около двух с половиной тысяч озер, особенно много их в бассейне Онеги. Наиболее крупные озера – Лача, Кенозера и Кожь озера. В водах Архангельской области обитает большое количество промысловых рыб. Ну вот это река Северная Двина, это река Пинега, это красавица река Онега, это река Печора. Класс рыб в водах Белого моря, прилегающих к берегам Архангельской области, реках и озерах Архангельской области, представлен очень многими отрядами, семействами и видами. Это семга, стерлядь, окунь, селедка, треска, налим, хариус, щука и многие другие рыбы. Архангельская область большей частью входит в зону тайги и тундры. Исключение составляют архипелаги Новая Земля и земля Франца Иосифа, остров Виктория. Они относятся к арктическим пустыням. Самая распространенная порода лесов – ель сибирская, занимает 65% всех лесов. На втором месте по распространению сосна обыкновенные. Также широко распространены береза, осина, часто образующие историчные леса. Береза, осина, лиственница, ольха, рябина и многие другие. В лесах Архангельской области успешно растут грибы – предмет любительского сбора и для пищи, и для солений на зиму. У нас растут как грибы, которые можно употреблять в пищу, так и ядовитые грибы. Съедобные грибы следующие. Белый гриб, подберезовик, волнушка, грусть, маслята, маховик, сморчки, рыжики, сыроежка. Несъедобные грибы – это бледная поганка, мухомор и несъедобная сыроежка. И еще много-много других гриб. В лесах нашей области растут различные съедобные ягоды, такие как земляника, черная и красная смородина, малина, черника, морожка, голубика, брусника, клюква, грибина, черемуха и шиповник и многие другие. Из птиц в Архангельской области водятся тетерев, глухарь, рябчик, дятел, синица, снегирь, пищуха, белая тундровая куропатка, а также занесенные в Красную книгу, орлан, белохвост, скопа, беркут, бородатый аниясы, северный журавль. Вот это на картинке у нас тетерев. Это дятел, всем знакомый. Это рябчик, это синица, это снегирь, это белая куропатка, а это у нас беркут, бородатый аниясыть и серый журавль. Конечно, в Архангельской области водится еще много-много разных птиц. Из арктических млекопитающих обычный белый медведь, морж, кольчатая нерпа, северный олень, морской заяц лохтак, из зверей тайги характерны лось, бурый медведь, рысь, лисица, росомаха, белка, волк, куница, бобер, заяц, бурундук и еще много разных зверей. На территории Архангельской области расположены Пинежский заповедник, Кенозерский национальный парк, частично Валдозерский национальный парк и 33 заказника. Итак, какие же полезные ископаемые есть у нас в Архангельской области? В 100 километрах севернее Архангельска, на территории Приморского и Мизенского районов, находятся крупнейшие в Европе месторождения алмазов, месторождения имени Михаила Васильевича Ломоносова, а также есть огромные запасы торфа. В области находятся значительные месторождения нефти и газа, это приразломные месторождения. Наиболее значительные месторождения гипсов, крупнейшие в стране, взводское месторождение звезняков и ангидридов. Разведаны и эксплуатируются месторождения бокситов. Наука, образование и культура. Крупнейшей в области является научная библиотека САФУ имени Ломоносова. Она обладает универсальным фондом документов на различных носителях, который в настоящее время насчитывает около 2,5 миллионов экземпляров. На территории Архангельской области действуют 515 клубов и 518 библиотек, 26 музеев, два из них – Соловецкий музей-заповедник и музей деревянного зодчества «Малые Карелы». Находятся в ведении они Минкультуры России, 5 театров, Поморская государственная филармония, Государственный академический северный русский народный хор, Архангельский государственный камерный оркестр. В области осуществляют деятельность 4 вуза. Образовательную деятельность в области ведут ряд учреждений среднего профессионального образования, а также работают 50 учреждений дополнительного образования для детей – музыкальные, художественные школы и школы искусств, два парка культуры и отдыха. В области родились Абрамов Фёдор Александрович, русский советский писатель, Алентова Вера Валентиновна, народная артистка России, которая снималась в картинах «Москва слезам не верит», «Время желаний» «Ширли, мырли, завтра была война». Иоанн Кронштадтский – проповедник, духовный писатель, церковно-общественный и социальный деятель, канонизирован русской православной церковью. Кузнецов Николай Герасимович, советский военно-морской деятели, адмирал флота Советского Союза. Ломоносов Михаил Васильевич, первый русский ученый-естествоиспытатель, энциклопедист, химик и физик. Писахов Степан Григорьевич, русский художник, писатель, этнограф-сказочник, преподаватель живописи. Шабалин Александр Осипович, контр-адмирал, дважды герой Советского Союза. Конечно же, это не все знаменитые люди Архангельской земли. Их ещё очень много. Над бескрайней таёжной землёю невесомо парят облака, Здесь в снегах тонут еле зимою, Что не годы живут, а века. Ночи белые в шёлковых платьях Тихо бродят под взором луны, А луга тонут в нежных объятиях Кучерявых туманов хмельных. Земляникою пахнут откосы, Вдоль дорог полыхает кипрей. Бьются волну крытые о камни, И шумит беломорский прибой. За тебя я молюсь в Божьем храме, Край любимый, Архангельский мой. Сотни тысяч туристов ежегодно приезжают в Архангельскую область. Их привлекают величественная красота Соловецкого архипелага, Гранитная седина Кий-Острова, Карстовые пещеры Пинежья, Архитектурные ансамбли Каргополя и Сольвы-Чегодска, Родина Михаила Васильевича Ломоносова, село Ломоносова, Уникальные памятники русского деревянного зодчества. Благодарю за внимание. До новых встреч!